Закон об иноагентах, возвращение агитбригад и покушение на Соловьева. Здравствуйте, с вами Любовь Орлова. Депутаты внесли в Госдуму новый закон об иностранных агентах. В законопроекте сформулированы такие понятия, как иностранный агент и иностранное влияние. Иностранным агентам авторы предполагают считать лицо, получившее поддержку и или, это важно, находящееся под иностранным влиянием в разных формах. Что это за формы, друзья? Если ты носишь импортные джинсы, ты иноагент. Красишься заграничной косметикой, ты иноагент. Далее цитата. Чем ближе к крах империи, тем безумнее ее законы. Если раньше для того, чтобы признать тебя иноагентам, нужно было хотя бы финансирование из-за границы, то сейчас можно будет просто всех неугодных признавать иноагентами. Ну, проще говоря, ваши мнения не совпали с пропагандистским. Для иноагентов ведут новые ограничения от запрета упрощенной системы налогообложения до преподавания детям. Я вот думаю сейчас. Уже и так огромное количество СМИ и людей признаны иноагентами. А вскоре можно будет признать вообще любого. И будем мы жить в стране, где практически все будут иноагентами. Кроме самих правителей, чиновников, депутатов. А, ну и, конечно, отряда Солнцеликова. Ура России! Ура Путину! Ура! 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 И придется им самим учить своих детей? Ведь учеба за границей для них теперь невозможна, а попасть в список могут любые преподаватели. Что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях. Кстати, насчет пропагандистов. ФСБ задержало группу членов запрещенной в Российской Федерации террористической организации, планировавших по заданию СБУ убийство Владимира Соловьева. Открывай! Открывай! Вот что сказал сам Соловьев по этому поводу. В этом ситуации у меня больше всего умиляет, что Зеленский в кругу своих ближних друзей на меня пожаловался. И попросил, чтобы со мной разобрались в России. С Кабеевым вечерним мудозвоном, вибачьте, фронтовым брехунам та ихним керевникам в Москве, варто запомнятати финал вашего життя буде за гратами. Вкращему. То есть сюда засылает всяких разных граждан, имеющих прямое отношение к его спецслужбам, потому что Зеленскому обидно то, что я о нем говорю. Нравится? Ничего так, да? То есть то он ко мне обращался напрямую, а теперь, понимаете, я личный враг недофюрера. И поэтому, если со мной вдруг что-нибудь когда-нибудь где-нибудь случится, знайте, это заказ Зеленского. Генеральный директор ФЦИОМ Константин Абрамов на форуме безопасного интернета заявил, что в России нет цензуры, но есть фильтрация нежелательной информации. 90% россиян считают, что такую информацию нужно блокировать. Цитата. В России нет цензуры, есть фильтрация нежелательной информации. Абсолютное большинство россиян поддерживают спецоперацию, но многие не могут ни рационально, ни эмоционально аргументировать, почему Россия должна была ее начать. Но с блокировкой недружественных нам каналов, с информацией и переводом на наши площадки, обстановка меняется, сказал Абрамов. Помимо этого, Абрамов предложил вернуть телесное наказание в школах. Прозвучало это на фоне заявления о том, что школьный учитель должен занимать основную роль в идеологическом воспитании детей. Да нам и так уже ограничили доступ к большому количеству информации и продолжают подчищать неугодные государству ресурсы. Можем смотреть только то, что разрешили, ходить только по тому маршруту, который утвержден, и без ограничений восхвалять царя. Напишите в комментариях, входите ли вы в те 90%, которые считают, что нежелательную информацию нужно блокировать. Кстати, насчет школ. Новый в ГОС. Все, у кого есть дети, уже столкнулись с дистанционным образованием, которое внедрили в период пандемии. Интересный эксперимент поставили на нас и наших детях. Вот и пандемия отступила, а идея с дистантом активно развивается. Под шумок внедрены новые приказы от Министерства просвещения, которые дают право школам осуществлять основное образование посредством цифровой образовательной среды. Цифровизация – это прекрасно. Никто не говорит, что нужно убирать интерактивные доски и другие вспомогательные образовательному процессу устройства. Как дополнительное развитие ребенка, это подойдет прекрасно. Но что же хотят сделать на самом деле? А вот что. Они хотят постепенно перевести всех детей на дистант, на самообучение основных предметов посредством цифровой образовательной среды. Говоря родителям, что нужно обязательно подписываться на всякие образовательные сайты, но там вы подписываете соглашение, где школа уже не несет ответственности за качество образования детей. В начале они всех рассадили по домам и нацепили на мордники, чтобы люди не общались, а сейчас хотят детей сделать асоциальными. Друзья, у нас как раз на эту тему вышла программа «Чем опасны новые стандарты образования?», в которой мы обсуждаем данный вопрос с депутатом Государственной Думы от КПРФ Ниной Александровной Останиной. Кому важно дальнейшее развитие детей, обязательно смотрите эту программу. Ссылка вверху, а также в описании. Единая Россия предлагает привлекать молодежные стройотряды для восстановления инфраструктуры Донбасса. Рабскую работу должны будут зачитывать как учебную, ознакомительную или производственную практику в вузах. Единая Россия уже готовит соответствующие поправки в законодательство. Зампред Комитета Госдумы по молодежной политике от Единой России Михаил Киселев сказал, цитата, «Сегодня в ряде регионов страны создается дефицит рабочей силы из-за отъезда иностранных работников. Чтобы это не повлияло на сроки реализации важных строительных проектов, у Единой России есть предложение создавать на базе студенческих и молодежных организаций специальные стройотряды. Они будут привлекаться к возведению инфраструктурных объектов в рамках народной программы партии, в первую очередь строительству социальных учреждений. Также он добавил, что такие стройотряды будут задействованы не только на объектах в регионах России. Из добровольцев будут сформированы отряды для восстановления социальной инфраструктуры Луганской и Донецкой народных республик и освобожденных территорий Украины». Решили бороться сами с собой. Президент России Владимир Путин решил бороться с коррупцией. Он подписал указ о создании информационной системы против коррупции «Посейдон». Координировать ее работу будет администрация президента, главной задачей которой, среди прочего, станет создание аналитических материалов по противодействию коррупции. Я благодарю всех спонсоров и донатеров. Вы помогаете нам нести правду людям. На прошлой неделе из-за отсутствия финансирования не вышла вера на этой надежды. Ваша поддержка для нас очень важна именно сейчас, в столь сложное для нас время. Поддержать нас вы можете через Donational Eilers и подпиской на Boosty. Смысл Boosty в том, что вы можете видеть наши программы не в 8 утра по Москве, а раньше, вечером предыдущего дня. Переходите, ссылки в описании. Основатель Tesla и SpaceX Elon Musk купил Twitter за 44 миллиарда долларов. После закрытия сделки, Twitter станет частной компанией. Комментируя сделку, Musk назвал Twitter цифровой городской площадью, где обсуждаются жизненно важные вопросы будущего человечества. «Я хочу сделать Twitter лучше, чем когда-либо, дополнив его новыми функциями, сделав алгоритмы открытыми для повышения доверия, победив спам-ботов и идентифицируя всех людей». «У Twitter огромный потенциал. Я с нетерпением жду начала работы с этой компанией», – написал он. В январе прошлого года Twitter и другие крупные соцсети заблокировали аккаунты экс-президента США Дональда Трампа после нападения его сторонников на здание Капитолия. Затем Трамп объявил о запуске своей социальной сети. Возвращаться в Twitter после покупки сети Илоном Маском он не собирается. Думала спросить вас, какую социальную сеть вы предпочитаете. Но вспомнив новый закон, где даже просто за названием можно привлечь как за пропаганду, задумалась. Ну а если в вашу любимую соцсеть не нужно заходить через три буквы, тогда можете написать в комментариях. Эстонские власти задержали в порту 3,5 тонны кокаина на полмиллиарда евро. В ходе проверки контейнеров, в которых по документам перевозили бананы из Эквадора, власти обнаружили 72 черных мешка. В них были найдены более 3000 упакованных в пленку и заклеенных клейкой лентой пачек с твердым порошком белого цвета, сообщила пресс-служба государственной прокуратуры. Экспресс-тест белого порошка дал положительную реакцию на кокаин. Это одно из самых больших количеств кокаина, изъятых в мире. Это сравнимо с состоянием медных олигархов Урала Андрея Анатольевича Казицына и Игоря Алексеевича Алтушкина. Это люди из списка Forbes, владеющие несколькими десятками горно-металлургических компаний. И я бы об этом не говорила, но согласно документам, большую часть контейнеров, перевозимых на корабле, должны были доставить именно в Россию. Друзья, а у меня на этом все. Помогайте нам через Donational Eilers и смотрите наши сюжеты раньше, оформив подписку на Boosty. А с вами была Любовь Орлова.